МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы знаете, фактически до конца середины января. В общем, и Новый год, и 2022-й, и Новый 2023-й – все это, конечно же, интересует всех жителей городского округа Люберцы, ну и, конечно же, депутаты, как всегда, в строю даже в новогодние праздники. У нас в студии Леонид Александрович Слонимский, депутат Совета депутатов городского округа Люберцы. Здравствуйте, Леонид Александрович. Добрый день. Ну, так как у нас студия новогодняя, такой нестандартный вопрос, вам повезло, потому что депутатов сразу за главное. Скажите, как любите отмечать Новый год в семье или какие-то другие варианты? Всегда Новый год отмечаю с семьей, всегда-всегда. Поэтому, как правило, уезжаем за городом. Семья у меня большая, очень большая. Нас у отца семеро, шесть пацанов и девчонка. Семь человек, вот ей повезло. Это не считая его внуков и внучек. Поэтому семья большая. А вы какой по счету? Я второй. Второй. Ну, это такое. Как не первый. Самой младшей сестре 10 лет сейчас. 10 лет? 10 лет. Ну, я на руках, наверное, как королева. Ну, она с верстницей почти моих детей. Им 9 лет. У меня двойняшки, два мальчика. Поэтому. Ну, вы знаете, хорошее начало. Почему? Потому что это сразу говорит о человеке. Я так понимаю, что у вас тоже так в планах, наверное, большая семья, внуки, правнуки и праправнуки. Но мы еще вернемся к Новому году, потому что студия обязывает, но это будет уже в финале нашей программы. А сейчас говорим о главном. Все-таки для вас 2022 год был особый, потому что как бы второй депутатский заход у вас уже в городском округе Люберца. Почему пошли? Прошел, ну, во-первых, это... И почему пошли? А, почему пошли. Ну, я могу начать сначала, с самого... Это когда закончил институт. Я провел 7 лет в структурах государственной службы. Конечно же, работа была связана непосредственно с людьми. Наверное, это вложил свой отпечаток. Работа с людьми, она всегда возвращает к этому моменту. Ну, и опыт, конечно же, особый. Конечно, конечно. Поэтому, когда в 2015 году я избирался в Совет депутатов Красково, во-первых, шел по столь незнакомому месту. Я сам коренной житель Малаховки. Но Красково и Малаховка всегда рядом, поэтому, понятное дело, что... Свои места. Все свои места. Поэтому, когда у нас была мощная, сильная команда, мы ходили, люди все знают, все узнают, ну, большинство. Поэтому это наложило свой отпечаток, где прошло почти два года, как я был там депутатом. Ну, и вот сейчас вновь вернулся на круги своя, так сказать. Ну, свою обитель. Все-таки, знаете, как обычно избиратели говорят? Да, вот, депутаты там и так далее. Все понятно, кого выберут. Но вот я со многими общался, потому что в этом-то году у нас, вернее, вот в этом избирательном цикле довольно серьезно поменялся состав. И есть и ветераны, как я их называю, есть новички, совсем молодые депутаты, первый раз пришедшие на эту работу. Вот. Я так понимаю, что все-таки компания была, и нужно было доказать избирателям, что я смогу, и выбери меня, как говорится. Согласен, да. Это не без этого, но если говорить о составе депутатов, например, я их всех знаю очень хорошо, почти большинство. Есть, о которых не знаю, но еще по 2015 году многих людей знаю с администрацией, поэтому взаимодействие есть. Что касаемо выборов самих, да, компания была, конечно, нелегкая. Мы ходили по дворам, много людей. Стучались к каждому. Много людей. Сами понимаете, когда каждый раз новая компания, люди уже к этому как-то реагируют нервно. Но самый главный разговор, потому что без этого никак. У людей, конечно же, в первую очередь есть просьбы. Для них это самое глобальное, это то, что их беспокоит. Поэтому для этого нужно общаться в первую очередь. Слышать друг друга. Слышать друг друга. Ну, я так понимаю, что некие наказы, просьбы, требования уже после того, как выборы завершились, они прямо поступали к вам во время уже избирательной кампании. Вот хотим то, хотим это. А можно ли нам? Как ваши коллеги говорили, я даже удивился, что оказывается иногда просят лавочку просто переставить. Это тоже, как бы оказывается, депутатская работа. Да, есть такой светильник, лампочка. Это все к нам. Вот утро дня после выборов, когда вы понимаете, что вы прошли, какое у вас было настроение? Вы знаете, оно было какое-то мандражное. Потому что не ожидаешь. Ну, узнали мы уже ближе к утру. То есть все сидели на нервах, так сказать, на иголках. Ну, конечно, радость, конечно, это эмоции. Потому что был период, когда ты был депутатом, потом какой-то момент пропустил, и сейчас ты вновь депутат. Вроде бы что-то знакомое, но по-новому. Ты возвращаешься к своим людям, к своим жителям, тем более я коренной, мне это очень интересно. Я ходил, то есть все мои соседи, они говорят, Леонид, давай, когда вот уже... Мы с тобой. Мы с тобой, да. Это вот заряжает какими-то эмоциями. И когда тебе хочется вновь ворваться в этот бой. Поэтому вот каждый прием, который мы проводим, это какие-то моменты, которые не вычеркнуть. Ну, в любом случае, вы этот бой выиграли. Это победа за вами. И начинается работа совета. Опять же, со многими коллегами мы говорили, с кем-то буквально вот только-только совет начинал работать. С вами мы говорим уже, скажем так, после почти полугода работы и так далее. Вот как вы оцениваете сегодня совет? Нет, тем более вы говорите, что многих знаете. Я так понимаю, и в междепутатском периоде вы со многими общались по своей основной профессии. Как вы сегодня оцениваете совет? Насколько он работоспособность для наших избирателей не только вашего округа, а вообще городского округа? Ну, что можно сказать? Многие люди уже идут не в первый раз, а значит, опытные. Поэтому даже сравнивать там с собой, хоть у меня есть маленький опыт, я их не могу, потому что есть многие очень серьезные опыты. Поэтому они очень адекватные, я всех очень понимаю. Мы очень дружно общаемся, у нас нет какого-то невзаимопонимания, потому что хоть и округ разделен на округа, депутат – это общая работа всего округа. Поэтому мы периодически созваниваемся, спрашиваем какие-то заходы, мобилизации, еще что-то, потому что люди вот мигрируют, даже сейчас взять мобилизационный период, в который остались граждане. Есть кто-то, уехал из Красково в Люберце, поэтому нужно взаимодействовать, чтобы как-то общаться. Все очень адекватные. То есть держать, так сказать, руку на пульсе. Да. Но вернемся опять же к работе Совета, потому что один из главных документов – бюджет, мы чуть позже о нем поговорим. Как говорили депутаты, что там даже такая борьба была по поводу того, у каждого есть то, на что он хочет платить деньги, а мы уже много раз говорили здесь в студии с вашими коллегами, что, к сожалению, Совет депутатов не располагает такими суммами. Это уж сразу только в Московскую областную думу, там уже можно что-то наскрепсти. Но, тем не менее, бюджет есть, но перед бюджетом идет распределение по комиссиям. Вот я, насколько знаю, две комиссии, да, депутаты? Да, да. Куда вы попали? Я в предпринимательстве, культура, спорт. Ой, как неожиданно. До обеда предпринимательства, после обеда. Я, знаете, наверное, так сложилось еще в 15-х годах, мне было очень близко спорт, вот, тогда еще в Красково, поэтому я это видел, то есть, развитие какое-то, мне это интересно, мне это нравится, культура, то есть. Ну, а с любителями территория спорта, как известно. Да, 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 согласен. Поэтому, ну, как-то выбралось так. Ну, предпринимательство, наверное, по роду части деятельности, потому что родозанятие – это предпринимательство, поэтому часть туда. Ну, вообще, депутат-предприниматель, когда-то вот в 90-е годы это звучало даже немножко так опасно для избирателей, а сегодня мы понимаем, что предприимчивость, да, предпринимательство – это такой хороший, ну, правильная, скажем так, выстроенная логистика, она для депутата хороша, потому что наверняка у вас есть определенные, наработанные с коллегами связи, возможность написать, позвонить, кого-то соединить. И тут, я так понимаю, что у вас такой богатый опыт общения и профессионального, и теперь вот депутатского, социального, скажем так, да? Да, есть, конечно. Ну, предпринимательство, конечно, связано, в первую очередь, с администрацией, потому что любые действия, которые ты делаешь, будь то чистка снега сейчас, как взять зимой, да, какие-то новогодние мероприятия, конечно, все это затрагивает части администрации. Но сказать, что какая-то направленность у меня есть именно на депутатство и коммерцию, это нет никакого, конечно. В первую очередь, это только, наверное, больше для жителей, для народа, потому что, ну, я как сам житель, мне самому хочется создать какой-то уют в нашем районе, в нашем округе, чтобы все были счастливы и довольны. Ну вот я сам со многими, опять же, депутатами, люберчанами, да, жителями люберец, общался. Нет ли у вас такого вот, ну, негативного, что ли, отношения или непонимания, уберем слово негативное, по поводу отношения к тем людям, которые, ну, используют городской округ люберцы, как некую такую спальню, да, то есть в Москве отработал, рано утром уехал, поздно вечером приехал. Насколько я понимаю, уже многие даже остаются на выходные здесь, потому что можно пойти в парк погулять, можно как-то... То есть как вот вы относитесь к нелюберчанам? Насколько это сложно для вас? Ну, вы знаете, вот мы, когда ходили в предвыборную кампанию, наверное, больше основная такая масса, это вот туда Марусины, там люди такие, они близко расположены к Москве, им оттуда удобнее, они больше относятся как к спальному району. Когда мы там были на встрече, народу было очень много, это очень много, но и людей, конечно, волнуют вопросы те, которые в обиходе жизни. Это ЖКХ в основном. То есть их меньше всего затрагивают парки, например, тех, как Красковчан или еще кого-то, малаховских жителей. Их больше интересует это чисто ЖКХ, то есть чтобы у них вода была хорошая, чтобы были дороги почищены, ну, в таком все было. И чтобы быстрее в Москву. И чтобы быстрее в Москву, да. Парковки и все такое, чтобы не шумели, заградительные заборы какие-то, не было грязи. Если взять Красково, то тут люди немножко по-другому. По-другому, да. Они больше требуют им парковые зоны, им олейки, им почистить пруды, чтобы они могли наслаждаться, отдыхать. Так и малаховская часть. То есть их тоже интересует. Мы вот даже недавно обсуждали, люди на встрече говорят, дороги там. Я сам как знаю, еще там недалеком, там 2013-2014 году в Малаховке была практически везде грунтовка. На сегодняшний день по пальцам пересчитать можно не асфальтированной дороги. И когда люди говорят, что вот там не за асфальтированной дорогой, я говорю, я здесь вырос, я здесь прожил. Вы вспомните, что было 10 лет назад, вы все ходили, мы все ходили по грунтовой дороге, а сейчас все в асфальте. Но все-таки все движется, все преображается. Но нам все нужно времени, все сразу. Ну вот мы во второй части поговорим уже конкретно о наказах. Понятно, что и ЖКХ, и какие-то другие вопросы. Но еще один такой момент. Сравнивая Люберцы, вот вы как изнутри, как человек, который бегал по вот этим вот грунтовым дорогам, насколько сегодня они изменились? Скажем, я не в том смысле спрашиваю, что вот как здорово, все хорошо. Это же процесс долгий, то есть это же тоже какая-то существует программа разработки. Прошлый совет решал эти вопросы, администрация решает эти вопросы. Вот люди замечают, что меняется жизнь к лучшему? У нас люди, такой народ, всем, конечно, хочется свое благо. Конечно, кто-то замечает, и приятное слово всегда рады. Даже благодарят. Да, ну бывает, ну за редким случаем, конечно, в основном это что-то, какие-то просьбы. Проблемы. Но даже в беседах всегда, когда подходит конец, люди всегда выражают какую-то благодарность. Они все равно, даже от наболевшего на что-то наговорили, в конце все равно, все равно вам спасибо за то, что что-то делается, что-то расходится. Для людей этот какой-то, наверное, временной континем, они его не замечают. Мы все живем в каком-то пространстве. Да, в бесконечности. Да, невозможно людям объяснить, что это невозможно сделать раз и сразу парк. Что есть согласование, есть какие-то моменты, есть выделение бюджета. И все. Но люди хотят, вот вы нам говорили, что будет завтра, грубо говоря. Мы не говорили. Мы говорили, что завтра согласуется концепция, еще что-то вперед, движемся. Вот, наверное, депутат, он даже какой-то психолог, наверное, некого рода, потому что донести до жителя эту главную мысль о том, что это невозможно по мгновению пальца что-то сделать, это одна из важнейших, наверное, вещей. Ну да, социальная работа тут никуда. Общественник. Да, общественник. Депутат Совета депутатов Леонид Александрович Ланимский у нас в студии. Сейчас сделаем небольшую паузу, а после этого вернемся и поговорим, какие же наказы избиратели, ну, скажем так, хотят в первую очередь, чтобы исполнили депутата. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, а у нас в гостях депутат Совета депутатов Леонид Александрович Ланимский. И давайте сразу мы расскажем, где вас могут найти, за какие дома или за какой район вы отвечаете и как с вами связаться, где вы принимаете. Мы отвечаем, у нас восьмой округ, это северная сторона Малаховки, Красково, Марусино, Матяково. Это наше поле. Да, деятельности. Принимаем мы каждую неделю, четыре недели, первый понедельник месяца. Первый понедельник месяца у нас идет Коренева, второй Красково, третий Малаховка и четвертый Марусино. А, то есть вы даже приезжаете в разные места? Да, мы в разные места приезжаем, потому что округ большой и людей невозможно просто физически из Марусино, чтобы кто-то приехал в Малаховку, но это никак. Поэтому мы ездим каждую неделю, существуем приемы. Кто приходит на прием? Вы знаете, разные люди приходят от пожилого до молодых. Ну, у каждого свои моменты какие-то. Молодежь, в основном, она по спорту больше. Ага. Да, вот такие моменты приходят. Кто-то в футбольное поле, кому-то что-то не хватает на Кореневском пруду для байдарок и еще для чего-то. Взрослый фонд, наверное, приходит больше по ЖКХ. И за деньгами. Надежды на то, что они есть, да? Всегда, всегда есть надежда на то, что они есть. По возможности, конечно, помогаем, чем можем, всем. Ну, понятно, что невозможно необъять необъятное. Поэтому... Ну, по крайней мере, вы можете направить, да, куда-то человек. И у нас есть депутаты областной думы, депутат госдумы. То есть, как бы, по вот этой вертикали. Мы еще вернемся о сотрудничестве с депутатами. А как можно вам позвонить? Или у вас есть сайт? Или есть... Какой-то... Наши телефоны все указаны на сайте администрации. Вот. У меня есть телефон личный. Ну, вам могут лично, например, Мне могут лично позвонить. Если я когда-то не могу, есть помощник, который всегда ответит и запишет, потом мне передаст. Также есть соцсети, пожалуйста, ВКонтакте, Одноклассники. Всегда можно найти. Есть телеграм-канал, тоже всегда можно написать. То есть во всех представлены там, где можно... Вот там все, что есть сейчас, все представлено. Понятно. Лен Исаевич, давайте вот о наказах поговорим. Ну, ЖКХ, это вот проблема просто, что трубы рано или поздно портятся или какие-то проблемы во дворах, я имею в виду, с какими-то там установками, люки, опять же, и так далее. Ведь у нас, например, здесь в студии было очень много людей, кстати, многие тоже депутаты, ваши коллеги, которые непосредственно ЖКХ занимаются. Но это все равно остается какой-то проблемой. Или это даже не проблема, а просто так, в жизни? Это жизнь. К сожалению, это жизнь. Вот еще с тех годов, я всегда помню, люди всегда у нас в округе жалуются на воду. Но мы понимаем эту проблему, мы ее знаем. Конечно, трубы невозможно взять и поменять все одни в разы. Поэтому, когда ты приходишь в какой-нибудь двор, где заменили трассу там 300-400 метров, они говорят, у нас вода изумительная. Переходишь в другой дом, а у нас грязная. А там заменили, они говорят. Да, там заменили, мы понимаете, что невозможно. Но это же взять все, перекопать и заменить одним разом. Есть какие-то моменты, есть ВЗУ, откуда идут трубы. Отремонтировали одно ВЗУ, отремонтили второе. Невозможно все сразу одним разом. Кто-то понимает, поругается, выскажет свое мнение, потом говорит, ну когда, ну когда? Объясняешь, рассказываешь, ну вроде как-то приходим к этому моменту. Что вот этот вопрос, когда, он важный, потому что у вас же есть планы, то есть если наказ поступает к вам, наказ регистрируется, и там есть же какие-то дедлайны, сроки исполнения. Есть, да, конечно. За этого есть. Ну смотря, конечно, какие вопросы, есть управляющие компании, которые за это отвечают, есть более структурированные задания, которые там рассматривают замы, администрации. Но вы можете повлиять, например, на ЖКХ, как депутат, вот к вам пришли, и, ну, не берем сейчас трубы, какие-то глобальные проблемы, ну вот что-то ЖКХ там не справляется, или закрыло глаза. В первую очередь мы и начинаем с этого. То есть мы знаем все управляющие компании, которые у нас руководят, конечно, знаем руководителей, звоним, просим, обращаемся, просим не доводить это до какого-то официального оформления. Запроса. Запроса, да, чтобы... Официальный запрос может, да, депутат послать? Есть официальный запрос, да. А для них это тогда минус такой. Для них это минус, конечно. Никто этого не хочет, поэтому стараются все выполнять. Но есть разные моменты, есть которые моменты, которые, ну вот, может быть, они в силу своей финансовой какой-то возможности не могут сразу это устранить. Какая-то более глобальная вещь. Когда мелочь стараются на место сразу по месту устранить? Ну, давайте немножко конкретно поговорим. Над чем сейчас депутаты работают? Тем более вы, как бы, позиционируете себя и как команда определенная, да, вот в этом регионе городского округа. Вот над чем сейчас идет работа? Ну, смотрите, у нас сейчас из глобального такого люди то, что просят, то, что уже есть. У нас разрабатывается концепция Парка Победы в Красково. Люди ее давно ждут. Я просто знаю, еще тогда при Владимире Михайловиче Волкове заложили камень. Вот. И как бы с этого момента все тянется. Понятно, что что-то поменялось, поменялась структура, поменялся из Красково стал городской округ, что-то сдвинулось. Но сейчас это двинется, концепция уже вот-вот должна быть готова. Они ее обещали как раз, вот, ну, наверное, после Нового года она уже будет готова. Мы людям покажем, будем согласовывать. А, то есть вы сначала покажете? Обязательно, обязательно. Люди должны видеть. Это же в первую очередь делается для них, для жителей, для тех, кто там живет. Поэтому концепция будет, будут выслушаны мнения, будет собран какой-то кворум людей, где внесутся какие-то корректировки. Все это потом установится, и уже начнется, запустится дальнейший процесс. Ну, дальнейший процесс уже более глобальный, начиная с финансовой части и заканчивая строительством. Так, что еще? Ну, что еще? Ну, вот то, что люди просили, я уже сказал, не будем говорить про воду, но вот запланировано ремонт ВЗУ у нас в Красково. Люди очень ждут, потому что от него очень много домов запитана. Там и заводская, которую люди просят, вторая заводская. Вот. Поэтому тоже в следующем году запланировано, весной начнут ремонт, так что я думаю, что ближе к концу года, следующего, уже будет во многих домах чистая вода. Ну, видите, мы так, не торопясь, перешли уже на творческие планы, да, что будет в следующем году, потому что, ну, собственно говоря, до середины января потихонечку жизнь замирает, да, несмотря на все сложности, тем не менее, ну, ощущение какое-то праздничное есть, вот, и после этого уже начинается работа. Давайте тогда еще, может быть, раскроем какие-нибудь секреты, что еще планируется в следующем году. В следующем году? Да. По нашему району, именно по восьмому, или в принципе по... Как скажете, что знаете нам, знаете, инсайдерская информация. Да, ну, не знаю, из глобального что... Про Актярский проспект не спрашивайте. Не спрашивайте, не надо... Да, мы надеемся. Да, пускай ответят другие депутаты ближе, которые ближе к этой развязке. Это федеральная как бы история. Да, федеральная история. Нужно много денег, нужно средств. Мы, правда, об этом много говорили и надеемся. Я прямо вот жду того дня, того эфира, когда мы скажем, что Октябрьский проспект запущен. Поэтому говорим о том, что непосредственно будет. Вы знаете, для нас, вот для наших жителей, например, у нас тоже есть проблема пробок, да, Егоровское шоссе. И, конечно, многие люди, мы знаем, что строится развязка большая, она еще, конечно, не скоро запустится, но все ее очень ждут, потому что, ну, особенно летний период времени, это большое направление дачных машин, и люди элементарно, те, кто просто едут домой, в Красково, они просто тратят уйму времени. Конечно, все ждут этой развязки, которая построится. Я понимаю, что это долгосрочный план на будущее. Там тоже много участвуют и федералы, и местные органы. да, это тоже взаимодействие очень много-много. Вот. Ну, так что еще сказать? Конечно, люди требуют больше у нас сейчас по медицине. Ага. Она, конечно, страдает немножко сейчас. Есть проблема врачей в плане того, что... Уезжают в Москву? Уезжают в Москву, да. Вот. Очень многие жители обращаются, что именно нехватка. Ну, я понимаю, даже физически врач не может объять необъятное, если он один там на... Ну, да, и опасность неправильного диагноза появляется. Конечно, конечно. Но тут, наверное, тоже это как бы просто к вам приходят, я так понимаю, обращаются, а вы-то не министр здравоохранения. К сожалению, к здравоохранению мы не можем. Мы муниципальные депутаты. Ну, а вот, например, вы же все равно этот вопрос можете поднять, и тогда уже Совет депутатов может обратиться к администрации, там, я не знаю, вплоть до Министерства здравоохранения, когда говорят, ребят, у нас мало врачей, давайте нам их добавим. Для этого у нас есть наши коллеги Кахан Игорь Валерьевич, Дениско, Игорь Валентинович, поэтому нужно, мы взаимодействуем с ними, обращаемся к ним, то есть, чтобы они помогали, потому что у них ресурс уже намного больше, московский работа, да, областной депутат, это уже ихняя такая большая работа, поэтому мы прозим их, чтобы они как-то повлияли на эту ситуацию. А вообще, как вот работает эта вертикаль, не знаю, горизонталь депутатов, да, депутаты, совета депутатов, которые на земле буквально, хотя и Дениско, и Кахан, и постоянно тоже наши участники программы, они тоже на земле, они очень часто бывают и четко рассказывают, что происходит, ну, и поэтому их избирают, вот, плюс Госдума и так далее, как выстраивается вот эта депутатская общая работа? Вы знаете, мы работаем очень тесно, мы очень часто к нам приезжают депутаты, и приходят на приемы, и проводят встречи, неоднократно даже в период при выборной кампании к нам приезжали депутаты, проводили с нами встречи, то есть, чтобы люди видели, что есть какое-то взаимодействие, какая-то помощь, не все просто так, каждый сам по себе, поэтому очень часто мы встречаемся, видимся, общаемся с другими. А с администрацией, как идет контакт? Тоже очень близко, очень близко, ну, понятно, что депутаты, естественно, взаимодействуют в первую очередь со всеми замами, со всем руководством, потому что все, что просится, если есть моменты, которые не может выполнить управляющая компания, это, конечно, управляющие замы, курирующие эти направления. Понятно. Буквально недавно у нас было обращение, у нас еще в 2015 году, я все время говорю про 2015 год, потому что восприятие идет оттуда. Да, да. Вот. Молодежь просила футбольное поле. Да. Это было в Коренево. Вот. На тот момент мы сделали, ну, то, что тогда можно было, небольшую площадку. Конечно, за период времени она уже себя изжила, что-то поломалось, поиспортилось. Вот. Собрали очень много подписей, молодежь ждет этого момента, когда что-то. Мы сделали запрос, очень надеемся, что выделят денежные финансовые средства. И поле будет. И поле будет, да. Так что... Пора готовиться, рано или поздно-то мы вернемся же в большой футбол. Сто процентов. Леонид Александрович, мы идем к финалу, и тоже один из таких вопросов, который, ну, скажем так, сквозной для всех депутатов. Как семья ваша оценивает? Все-таки вы нагрузили себя, это же работа не в том плане, что позволяет зарабатывать сумасшедшие деньги, и так далее. Это общественная нагрузка, как у нас называется, правильно? Денег никаких, только общественные. Только общественные нагрузки. А это значит, что по-хорошему избиратели крадут вас у семьи, то есть вы меньше уделяете время. Как семья отнеслась к вашему выбору? Вы знаете, очень хорошо. У меня даже дети, конечно, еще небольшие, им 9 лет, но они очень воспринимают очень хорошо. Они говорят, пап, вот ты депутат, а вот что ты можешь сделать? Вот мы там ходим в такую школу, я говорю, сынок, ну вот сейчас 46-я школа, как в школе повезутся. Да, планируется ремонт. Вот они говорят, пап, ты чем-то будешь помогать? Я говорю, конечно, сынок. То есть дети говорят? Даже дети говорят, да, то есть об этом затрагивает моменты. И мне кажется, у них даже есть какой-то момент восприятия, что им приятно, что папа депутат, и то, что он входит к ним в школу, задает какие-то вопросы, помогает, общается с директором, еще что-то. Есть какие-то свои жена, конечно, адекватно, но все это, все понимает, ее в принципе все устраивает. Она у меня домохозяйка, поэтому... Ну, то есть будет у вас новогоднее тост за семью, за депутата, за работу, за папу, за маму, за детей? будет. Ну, и сейчас мы пришли к тому моменту, у нас елки, праздничные украшения и так далее. Депутат может поздравить с Новым годом всех избирателей своих и просто всех телезрителей нашей программы. Прошу. Дорогие жители нашего городского округа Люберца, я хочу поздравить вас с Новым годом, пожелать вам всего самого хорошего в Новом году, чтобы все ваши мечты сбывались, чтобы все были здоровы в семье и у всех все было хорошо. С Новым годом! Вот так мы завершаем нашу программу, ну, а мы, как представители избирателей, мы все даже на их стороне, правильно? Конечно. Мы очень рассчитываем на то, что все те наказы, которые переходят в 2023 год, что они все будут выполнены и где-нибудь там весной, ближе к лету, мы опять позовем вас в гости, а вы отчитаетесь нам. Всегда рад, всегда рад, зовите, чем чаще, тем лучше. Вас тоже с Новым годом, всю вашу большую семью, конечно, вы шокировали, семья, семь детей, это... Собирается нас по-новому. Ну и вам есть над чем работать в этом плане. Спасибо огромное. Леонид Александрович Сланимский, депутат Совета депутатов, был гостем программы «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин